И так, привет дружище, ну что там, усаживайся поудобнее, располагайся, не забудь поставить лайк, долбануть колокольчик, не надо, знаешь, мне каждый раз надо колокольчиком звенеть, правда колокольчика нет, ребятки, все, ссылка в описании, донати на колокольчик, шучу, шучу, мне главное, что ты вообще смотришь, и тебе огромнейшее за это спасибо. Спасибо, сегодня у нас роллинг, роллинг постоянному моему подписчику, игроку под ником Сочи Хостелем, 376 тысяч силы, 14 тысяч самоцветов, ха-ха-ха-ха, не, ну я надеюсь, тут же где-то есть самоцветы, да, ух ты, ёпта, 73 тысячи самоцветов, и судя по всему, судя по всему, подожди, ну давай зайдем в алтарь, в алтарь, в алтарь, а где алтарь? Алтарь, я призываю, алтарь, алтарь я призываю, где этот алтарь, ёпта, ты шо, ты, ты что, ты решил от меня спрятаться, ты решил от меня спрятаться, иди сюда, а, вот он где, ясно, что у нас тут получается? У нас тут получается, что нужны повторки Фрости по-любому, да, нужны повторки Потрошителю, ууу, колос, окей, ну я, я предполагаю, это чисто мое субъективное мнение, вы можете поставить на видео, а, зерека, одного героя не хватает, никого не хватает, наверное, кого-то из последних, да? Орфея не хватает, а, короче, надо, типа, выбить Орфея, я думаю, что повторок, как бы повторки, повторки эпиков всем нужны, а че у нас по ништякам? О, еще ништяков целый, ёпта, сколько ништяков, твою дивизию, ну, давай, погнали, Орфей, приди, знаешь, всем падает, мне не падает, паладин, Рино, смерть, блин, вот ты ролишь, да, и задумываешься, ёлки-палки, раньше радовался этим фиолетовым свечением, как, не знаю, да, там, ну, нужный герой там упадет, о, культист упал, или Рина, даже тот же Рина, дама холода, свален, А сейчас эти эпики добавились, и все, и ты сидишь, только дрочишь на этот оранжевый цвет, а уже не на розовый цвет, а на оранжевый цвет дрочить, ребят, не комильфо, куда веселее дрочить на розовый цвет, ну, разработчики поступили, как поступили, что уж с них взять, как бы, сами понимаете, кокаиновая зависимость, это вещь такая, да, серьезная, и мы выбиваем с парки, мы выбиваем с парки, но на этом не останавливаемся, нам нужен Орфей, Орфей, приди, будет, слушай, вот, если не ошибаюсь, там, последние роллинги, которые были, я постоянно выбивал, да, эпиков, тем более Орфея, кажется, я всем выбивал Орфея, кроме себя, себе-то ни хера не выбил, вот, и вот такие вот дела, да, знаю, знаю, ребята, что, что-то у меня видосы со стримами не выходят, не знаю, надеюсь, кто-то из вас скучает, с парки второй раз выпадают, вот, я заметил, чаще всего падает именно с парки, почему-то разработчики сделали ему шанс выпадения, как говно, и поправьте меня, если я не прав, вот, в комментариях напишите, что вам он ни хера не падает, вообще, князь ты лох, вот, короче, да, знаю, у меня чуть не выходят видосы, не выходят стримы, я все время даже не то, что вам, сам себе обещаю, что вот, вот, я начну, вот, скоро все будет, да, и нет, и ни хера не происходит, я не знаю, может, это прекрастинация какая-то, может, депрессия какая-то, непонятно, хотя нет, ну, депрессия это намного жестче, да, я раньше считал, что, знаешь, депрессии, типа, не бывает, это залуп, которую придумывают всякие дегенераты, но потом, когда я изучил, вот, почитал немножко, да, я умею читать, бывает, 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 бывают такие прозрения у меня в жизни, но это, на самом деле, серьезная болезнь, и когда у людей депрессия, они, как бы, вообще с постели встать не могут, вот, может быть, у меня какой-то определенный вид депрессии, когда я просто жестко проебываю свое время перед компьютером, вот, при этом ничего не делаю, если раньше я проебывал время перед компьютером, и я, ооо, жрится воды, и я, к примеру, делал какие-то видосы, делал стримы, то сейчас просто секач выпадает, то сейчас просто проебываю свое время, ну, ладно, я там не буду рассказывать, тоже, бывает, там, возникали, знаешь, когда уже такой настроишься, сейчас я тут разорву ютуб, закидаю подписчиков видошами, сейчас все будет, и в конечном итоге ничего не получается, да, то есть, ОРФЕЙ! Слушай, ну, он тоже падает как говно, но я не знаю, каждый ролинг, он падает, безумный ученый, слушай, ну, нормально летит, на самом деле, и каждый раз, когда я думаю, ну, вот, сейчас я возьму подписчиков, своих любимых, да, закидаю, короче, видосянскими стримами, всегда возникает какая-то ситуация, ну, вот, мне нужно оторваться, куда-то уехать, что-то сделать, попрыгать на одной ноге, ну, вот, это вот всё, Но, когда я просто сижу, туплю, и вот просто, блядь, вот писка не встаёт ни на что, то тогда, конечно, никаких ситуаций не возникает. Это чисто моя ответственность. Возможно, у меня отдельный вид какого-то долбоебизма, да, заразился долбоебизмом. Все заражаются, мадам Бо, все заражаются, сами знаете, какой болезнью сейчас, вот, а у меня, типа, отдельная болезнь такая, долбоебизм. Но я рад, что я подстригся. Я ещё, знаешь, я ещё сегодня схожу, схожу, побреюсь. Схожу, побреюсь. Тоже будет круто. Ну, здесь, вот-вот, здесь вот сбрею, вот здесь вот сбрею, меня вымораживает. Тут подровняю. Ну, борода тоже у меня через жопу растёт. Вообще, опа-пап, колос! Повторочки летят как не в себя. Хотелось бы, знаешь, иметь своего личного барбера. У меня есть... Морфей второй! Сразу на эволюцию, а? Хотелось бы, знаешь, иметь своего личного какого-то крутого барбера, который там, не знаю, мне в нос захерачивал бы какую-то, знаешь, специальную жижу. Колос ещё! Прям вторая эволюция. Жижу, короче, какую-то, да, и потом выдёргивал бы там туда-сюда, и там невероятно стриг бы бороду из моей бедной бороды, сделал бы красивую чёрную. Такую, знаешь, как, блядь, у Тимати. Или у Гусейна Гасанова, Хасанова, блядь. Вот. И как бы вот... Ну, у меня есть личный прихмахер, ну, как бы, мы хорошо встретимся, он подстригёт меня, уже на этом спасибо. У нас тем временем остаётся две с половиной тысячи самоцветов, и, конечно, если сейчас ещё выпадет Эпик, то это будет невероятно круто. Но, в принципе, дроп, дроп, ребята, просто охренительный. Просто охренительный. Но выпадало по самые не хочу. Два Орфея, то есть, я думаю, что Сочи Хвоста будет счастлив. Вот. Я надеюсь, ему понравится. Надеюсь, я оправдал его, скажем так, надежды и тайные желания замковладельца. Вот. Ну, а вы рассказываете, как у вас там... Хотя, чё я прошу, вы постоянно... Когда надо и не надо кто-нибудь по-любому залетит на стрим, такой, я за 450 самоцветов выбил 585 героев. Это нормально? Это нормально? У меня... У меня, играю 5 лет. Играю 5 лет. У меня 14 тысяч сил и есть череп. Это нормально? Это как, нормально? Князь, нормально? Князь, почему ты не отвечаешь? Князь, игнорщик! Сука, я тебя 10 лет смотрел! Игнорят меня! Ну, вот, как бы обычно бывают такие люди, возникают, знаешь, из-за ниоткуда. И ты такой, типа, блядь, нахуй! То ли со мной что-то не так, то ли этот мир сошел с ума. Вот. Как бы, я такой думаю, что... Да? Вот. Идем дальше, открываем ништяки. Да. Такие, о, ништяки. Такие, о, кому-то повезло, кому-то нет. Давай, что у нас тут? Слушай, их вообще открывать придется долго. Их придется долго открывать. А-а-а-а! О-о-о! Ну, я, короче, ебнутый. Я сижу, короче, нихера не делаю. Грубо говоря, деньги не зарабатываю. Вот. Заработок мой остановился, видосов, стримов ничего нету. И сижу такой, блядь, захотелось купить объектив для камеры. Чтобы можно было делать эффект баке. Вот. Но объектив стоит 650 евро. Переходник стоит около 300 евро. И-а-а! Захотелось взять, попробовать себе купить микрофон Shuru 75B или как-то он так называется. Тоже он стоит как бы нихерово так. И ты такой сижу, блядь, ты что охуел, князь? Ёпта! Ты вообще займись чем-то, а? Ты вообще, сука, займись чем-то, ёпта. А объектив-то светосильный. Там и фотографии можно красивые делать. Можно увлечься фотографиями. Съемка красивых видео. А потом в конечном итоге, знаешь, тебе загорелось, ты купил, потратил деньги. Вот. И два дня поигрался, и потом, как обычно, хуй забил. Ну, то же самое, что у меня с дроном произошло. Никому дрон не нужен. Ладно, шучу. Пускай лежит, он у меня есть, не просит. Да, ништяков, бля, мое почтение. Я уже устал открывать. Не знаю, устали ли вы смотреть или нет, но я уже устал открывать. Блядь, вы бы видели, какой у меня срач. Вот, знаете, мое душевное состояние можно определить по срачу в моей студии. Если в студии порядок относительный, да, ну, понятно, что там везде где-то пыль, где-то будет пролито пиво, еще что-то. Но это как бы мелочи жизни. Это мелочи жизни. Ну, я задро, вот это там стримеры, и вот это вот все. Но, когда у меня будет конкретный срач, короче, в студии, то это значит, что-то у меня на душе не так. Что-то у меня как-то не то. Что-то я трещина жизни какая-то. И вот я сейчас думаю, надо как-то добраться. Вот я сейчас записываю видео 25-го числа. Сегодня я тоже себе обещал, что выйдет целая куча видосов, и выйдет обязательно стрим, но нет, как вы видите, ни хера не вышло. Но, я думаю, может, этот день потратить, ну, вот этот вечер, эту ночь, потратить на то, чтобы прибраться, скажем так, в студию, и тогда мое душевное состояние улучшится. И тогда у меня снова все пойдет хорошо, снова начну работать, бомбить, херачить, удовлетворять ваши зрительские потребности. Вот, не знаю, не знаю, не знаю. Вот, вот, вот такие вот дела, пока вот открывают вот эти ништяки, решил с вами поговорить на чистоту. Вот, вот такой, знаешь, заходишь такой, о, зайду, посмотрю очередной, нахуй никому не интересный роллинг, да, как ролятся чужие самоцветы, вот такой заходишь, а тут у нас такой, знаешь, душевный такой разговорный подкастик. Вот, всю суть своих переживаний вам выкладываю. И самое интересное, что я и вчерашний день себе обещал, что, блядь, вот, блядь, нахуй 24-го числа, блядь, взорву, сука, попаду в тренды Ютуба, блядь, видосом по Битве Замков, да, ага, блядь, вот, такой, блядь, нахерачу контента, ёпта, вообще шикарно все будет. А потом, в конечном итоге, скачал Red Alert 2 Юрий Ревенчин. Я думаю, что, ммм, как бы скачал, да, и все, и пропал, и лег, блядь, в 6 утра, ёпта. Вот, меня поймут, меня поймут, меня поймут только те люди, ну, кому, ну, кто не старше, точнее, кто не младше, наверное, 30, ну, минимум 25 лет. Вот вообще, кто знает из вас игру Юрий Ревенч? Вот кто знает из вас игру Red Alert 2 Юрий Ревенч? Red Alert 3 не считается, Red Alert 3 под залупа коня. Понимаешь, вот это вообще херь полная. Херобора вообще, моё почтение. Дерьмище под залуп на игру. Вот, но Red Alert 2, или просто Red Alert 2, или Red Alert 2 Юрий Ревенч? Эх, сколько уроков я в своё время прогулял ради этой игры. Да. И вот, знаешь, года идут, я, конечно, я особо специально не искал, но, тем не менее, могу отметить тот факт, что, ну, 2020 год у нас рассвет компьютерных игр, гейминга, да, и вот каких-то таких вот, с одной стороны, простых, с другой стороны, интересных таких RTS-стратегий, по факту-то, наверное, нет. Я помню, потом, там уже, не знаю, в каких годах, потом была игра Generals, вот, тоже, в принципе, ничего, но как-то чуть замудрена, и как бы вот так вот. Но, в целом, в целом, вот, вот, почему бы, вот, сука, даю идею на миллион, если меня кто-то смотрит из этих. Хотя, кто меня смотрит? Вот, вся проблема заключалась в том, что EA Games купил компанию, которая выпускала Red Alert, и у нас вышла Red Alert 3 за лупы коня, это совершенно другая игра. Оказалось бы, что нужно было сделать? Просто улучшить графику, добавить какого-то интересного функционала, и как бы все хорошо, все замечательно. Нет, они сделали, блядь, Red Alert 3, просто с какими-то медведями, которые несут, стреляют из автоматов, короче, просто под залупа полная. Я бы с удовольствием бы постримил бы Red Alert 2, поснимал бы по ней видосы, но даже не видосы бы снимал бы, а постримил бы, постримил бы, но проблема заключается в том, что никакие проигрыватели, это настолько старая игра, что никакие проигрыватели просто не захватывают ее, то есть, ну, не отображается картинка, я могу ее стримить, только в том случае, если я здесь поставлю камеру, вот, у себя за спиной и буду, и включу отображение монитора, но это как бы тип Камон, согласитесь? А так бы с удовольствием, 11-3, я понимаю, что никому не было бы интересно, может быть, собралось бы несколько 30-40-летних мужиков, так и ну да, бля, да, я бы, а так, конечно, никто бы, наверное, не смотрел, типа, график, говно, вот это вот все, да, и, ладно, ладно, на этом у нас роллинг, подожди, а мы еще, знаешь, что можем сделать? Проверить, может быть, здесь есть пыль? 23 пыли, ну-ка, иди сюда, опа, 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 а, как вам такое? Как тебе такое, сраный китайский разработчик из IGG? Э, кто тут наебал систему? Все, ребята, удачи, всех целую, вот, в подмышке, и вот я сомневаюсь, что кто-то досмотрел до конца, давайте я вам скажу пароль, который вы в комментариях напишите, вот если вы до конца смотрели, вот, напишите, что вы из космоса сквозь луну стреляете своими подштанниками по розовым лягушкам, выращенным в Сербии, вот тогда я буду точно знать, что вы посмотрели это видео до конца и досмотрели, и вообще вы молодцы, вот, тайные послания, а, тайные послания, вот, все, тем, кто досмотрел до конца, не перематывал, вот прям вам от души спасибо, ребята, и за лайк, спасибо, и за то, что вы взяли, проверили колокольчики, чтобы вам все уведомления приходили, и спасибо большое за то, что кто-то из вас подписан, наверное, на телеграм-канал, там подписчиков становится все меньше и меньше, по мере увеличения, скажем так, безразличия ко мне, но, тем не менее, спасибо вам за то, что вы есть, пока.